Как проходит летний отдых у детей, проверяет и полиция. В Чувашии проходит профилактическая операция подросток. Стражи порядка вместе с общественниками и сотрудниками соцслужб проверяют летние лагеря и неблагополучные семьи. Главная цель мероприятия – это предотвращение преступлений среди несовершеннолетних и профилактика детской безнадзорности. О ее результатах в нашем следующем сюжете. Отсутствие родительского контроля – как главная причина детских правонарушений. В рамках операции подросток сотрудники полиции обходят неблагополучные семьи. Встречаются среди них и те, которые требуют постоянного контроля государственных органов и нуждаются в помощи. В ходе очередного рейда была посещена семья, состоящая на учете в ПДН. В квартире царит беспорядок. Родители отсутствуют, уехали на заработки. Ну а дети предоставлены сами себе. Вы пойдете в квартире? Да, я вот убираю. Тут убираться мало, здесь нужно мне какой-то косметический ремонт провести. Знакомство с сотрудниками в погонах несовершеннолетним не в новинку. С полицейскими дети видятся чаще, чем с родителями. Поэтому и воспитание ложится на плечи полицейских. Чтобы не страдать на летних каникулах от безделья, стражи порядка. Им предлагают свою помощь в поисках работы. Паспорт свой. Если с Алиной приходите к нам, мы вас ведем в центр занятососеление. Для трудоустройства приводных каникул. А, на работу? На работу. Хорошо. Хорошо? Да. Я хотела, да, работать. Очень хорошо. Давай завтра подойдем? Хорошо. В квартире этой семьи также царит беспорядок. Сотрудники полиции здесь были только накануне. Просьбы о наведении чистоты также остались без внимания. Прибраться, мусор вынести. Если я приберусь, тут все же потом так же, все через несколько часов будет так же, как и было. То есть смысла прибираться ты не видишь. Перед уходом стражи порядка интересуются, чем питаются дети и как проводят летние каникулы. Не оставляют попыток приучить ребят к чистоте и порядку. Ты в гости хочешь помочь своим друзьям? Да. У них чистый дом? Да. Тебе нравится там находиться? Нет. Давай, чтобы тебе тоже можно было друзей пригласить, навести порядок, чтобы тебе тоже было приятно пригласить себе друзей. Как показывает статистика, большинство детских правонарушений приходится как раз на долю таких вот семей. И это неудивительно. Чадо растет без внимания, родительское общение им занимает уличное, а контроль и вовсе отсутствует. Проверяем семьи, условия их проживания, то есть в каких условиях они проживают, имеются у них продукты питания, как за ними соответствующий уход осуществляется родителями, то есть надзор, контроль, обучение, содержание своих детей. В случае, если выявляется нарушение, то в отношении родителей составляется административный протокол. Профилактикой детских правонарушений вместе с полицейскими занялись и общественники. В республиканские летние лагеря они также нагрянули с проверкой. Председатель общественного совета при МВД Чувашии Валерий Андреев лично ознакомился с отдыхом детей в летнее время. Его интересовало многое. Как обеспечена безопасность, чем питаются дети, насколько хорошо организована медицинская помощь и соблюдение санитарных норм. Цель наших посещений членов общественного совета при МВД Чувашии, общественной палаты Чувашской республики ознакомиться с теми условиями, которые созданы в лагерях. В частности, нас интересует безопасность детей, организация питания, отдых сам. И сегодня мы удовлетворены тем, что в целом придерживаются тем нормативам, требованиям, которые должны быть предъявлены для организации летнего отдыха детей. В период летнего курортного сезона 2017 года на территории Чувашской республики функционируют 20 детских оздоровительных лагерей. Данные лагеря ежедневно проверяются с сотрудниками полиции. Мероприятия, проводимые в рамках операции подросток, стражами порядка, соцслужбами и общественниками, приносят положительные результаты. Снижается количество детских правонарушений, регистрируются семьи, в которых недобросовестно осуществляется воспитание несовершеннолетних. Однако сотрудники полиции напоминают, что наилучший контроль – это родительский, особенно в летнее время, во время школьных каникул.